мы с папой гуляли здесь я здесь вчера с емой я ходила по следам доброе утро спроси что это 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 чтобы волосы не помогали в бассейне ты в бассейн сейчас пойдешь что ли куда я пойду сейчас смотрел новый блок который вышел соревнований и что как что скажешь что тебе понравилось что не понравилось мне понравилось когда я уступаю когда я получила кубок медаль грамоту подарки а сегодня нам придет эльф какой эльф вы не знаете что эльф с нами пишет письма и мы ему мы рассказываем стихи и он расскажет деду морозу чтобы он узнал и к нам пришел а я хотела тебе на новый год конфета а я хотела на новый год плачушка эльфу и анну а еще я хотела туфельки эльфу и анну его покупку купил за выступление какие-то подарки купил или нет да мне борьбе не с вами много а я его весь шкаф испачкала правда папа кинза привез большой шоколад даже шоколад уже гимнастки я ладушки нельзя чуть-чуть пока тренер не видит она же не как он не посмотри она не посмотрит наш дом говорит за счет можно говорить по воскресеньям делать день объедения среди все равно в лог не увидеть она вообще не смотрит и не обращает на его внимание да ну значит можно делать что хочешь ну как не ух ты ой здравствуйте ой какие вы все красивые нарядные ой девчонки расскажите а я по адресу попал скажите вы же еще не писали письмо дедушке морозу я писала писали что мы будем делать мы будем писать с вами письма и еще кое-что но я расскажу попозже конечно сейчас научу смотрите у нас есть вот такие блестяшки всякие и вот такие тоже еще есть фломастеры разных цветов ручки и еще вот такие вот красивые красивые ленточки вот такие вот конвертики у меня есть вас двое будут писать да или еще кто-то будет вот ему тоже напишем поможем ему да отлично он маленький но мы ему поможем здравствуй дедушка мороз меня зовут здесь нужно будет написать имя но с этим я вам помогу хорошо дальше я живу в а где вы живете вы знаете да вот здорово это что у нас москва да так давай с тобой начнем заполнять скажи пожалуйста зовут тебя ева да так я живу в москве москве сколько тебе уже исполнилось годиков я не исполнилась и пока еще три пока еще три ты весь год была послушная же правильно да нет непослушная ты что маленькой можно чуть-чуть побаловаться правда да но все хорошо хорошо отлично так расскажи а что ты хочешь на новый год я хочу платье ободок туфли да как у анны правильно а я его сам передам я же к вам поэтому пришел я же почтальон дедушки мороза почтальон печки но почти почтальон эльфик сейчас много дети пишут письмо деду морозу я тоже писал часто наверно вот но у нас традиция была мы все время дома отмечали и после 12 все лезли под елку всегда я верил еще деда мороза тогда как бы и все заказал я что-то у него роботов что ли роботов или машинки вот и наступает 12 короче и отец сидел за столом и справа от него была елка вот и все и как бы сестра находит подарок я смотрю елку там сам нету ничего короче вот обошел ну папа гады ищи говорит убиты в квартире я всю квартиру в итоге я просто я сел расплакался я думал ко мне не пришел все не прилетел дед мороз плохо себя вел что-то не так сделал горяда отец просто вот так за себя спрятал игрушки мои не просто издевался но так решил проверить мою наверно выдержку не знаю вот и потом проходит время он где посмотри под елку еще раз я уже возвращаюсь там час весь в слезах короче хоть чуть надо мной поиздевался и я уже нашел но в тот момент мне кажется я так и понял что это был все-таки не дед мороз родители ребята напишите пожалуйста в комментариях ваши дети верят еще в деда мороза и может быть напишите какие-нибудь интересные случаи приготовь как я рассказал пишите и подписывайтесь ну-ка скажи пожалуйста как тебя зовут милана милана правильно сколько тебе лет 5 целых пять лет вот это да я очень люблю чем ты любишь заниматься обычно я люблю гимнастику ты гимнастка вот это да так хорошо записывают люблю и расскажи что-то выиграла недавно я недавно выиграла кубок на гимнастике на сынованиях вот это да я стараюсь себя вести хорошо в этом году я скажи пожалуйста что в этом году ты такого прям хорошего может быть сделала прям вообще крутого я вообще иногда хорошо а ну по-разному получается да девчонки расскажите поможете мне украсить письмо для лёша поможете хорошо смотри это два письма или вот это твой это ты сама сделал это написал эльф очень люблю гимнастику с лёша играть в машинке я бы заказал машинку что ты хочешь много конфет я попросила вот эту чуть-чуть конфет на новый год попроси дедушку морозу еще что-нибудь хочешь напиши может куклу луквы платье что-то хочешь его уже заказала мне платье ел заказала давай иди отправляй письмо я тебе там к твои любимые кочеты шоколадки будут тебе я с тобой буду делись это кто написал ты кто написал он говорит я милана милан . что-то попросила так я хочу много денег чтобы купить новых родителей я хочу нормально денег чтобы поменять папу нет жуке 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 мысли ты что не заразывали жутишь конечно стали попом не один мой любимый сам Великий Усчук Молодец какая В лесу водилась ёлочка, в лесу она росла. Всего лета стоны зелёная была. О, а дальше знаешь? Да ты пела песенку, спи ёлочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри не замерзай. Я заказала себе конфеты, буду с тобой делиться. Ты моё небо, ты моё море, ты тебе летчик, а легче. Но и он звонит ночью, и чешёт баню, а ночью ночью, все эти купаны, звонишь. Ты кричишь от боли. Ты кричишь от боли, ты кричишь от боли, ты моё небо. Мне кажется, ему духи. Он очень любит духи. Да ничего, в жизни быстрее так не кончается, как парфюмы Димы. Не видно, куча львы в новогодней эстой. Не спешу водить мороз. На очередных кабы, на речке дезамёт. Кабы-кабы-кабы. На речке дезамёт. Кабы-кабы-кабы. Ой, здорово. Вы так много песен новогодних знаете. Слушайте. Я ещё Макану знаю, от Эль. Да? Макану, Макану я знаю песню такого ада, это ада осень. Хе-хе-хе-хе. О, я с мамой сегодня не обсуждал это ещё. Даже не знаю. Но вообще всегда Дед Мороз удовлетворяет её. Ой, ну они вот сегодня только писали. Милана конфет попросила. Ну ладно, купим тонну конфет ей. Вот. Ева что-то связанное с Эльзой, да? У нас вот здесь всё хорошо. Я не понимаю одного момента. У Лёхи, короче, я купил ему, наверное, не знаю, 60 машин точно из дома. Но посмотрите, что он делает. И мне все мои подписчики написали, не парься, всё хорошо. Это просто... Ну, такой период, типа, то, что сёстры просто... Да я и не парюсь, он просто смешно выглядит немножко. А ещё мне кто-то сказал, что он просто будет очень крутым отцом, как я. Поэтому он уже тренируется хотать колясочку. Кто это? Это брат твой? Твой братик? Братик твой? Давай положим братику, давай. Вот так закроем давай. Братику тепло было. На, катай. А если там будет брат? Так всегда, где дети погодки, потому что рождённые друг за другом, у них более-менее очень много интересов возникает. И, конечно, он хочет быть в теме, потому что не так далеко он ушёл, как вот разница там 4-5 лет. И ему хочется быть в теме, играть с ним, уверять, что они взаимодействуют. И иногда они с ним играют его игры, но вот его свои не очень-то любят принимать, не очень любят с ним делиться куклами. Поэтому, мне кажется, это всё временно. Сейчас, тем более, ещё родится у него братик, будут они вместе уже, наверное. Не знаю, может они вместе с ним будут в куклы играть. Ну, хотя вряд ли. Он машинки тоже очень любит. А вот и подарки! Девчонки, смотрите скорее, подходите сюда. Это специальные адвент-календари. Вы будете открывать по одному окошечку. Вот отсюда, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И так весь этот календарик. А здесь ещё у нас есть, можно вырезать Дедушку Мороза самого настоящего и сделать вот такую вот коробочку. Спасибо! Пожалуйста! И вот ещё один я оставляю для Лёшеньки. И давайте ещё один вам оставлю. Будут у вас четыре штучки, это для родителей. Родители будут открывать. Будут снимать тоже. Отлично! Вот именно этот Новый год я захотел праздновать чисто своей семьёй. Без родственников. И это наше с Димой личное желание. Кстати, я заметила, каждый раз, когда я беременна, иногда хочется вот это уединение, потому что ты понимаешь, что вот-вот в твоей семье произойдёт событие. Рождение ребёнка – это событие. Неважно, какой он по счёту – третий, четвёртый, пятый, шестой. Мы к каждому относимся с особым трепетом и индивидуальностью. Мы решили вот своей семьёй, все вместе встретить Новый год, проводить старый. Будет весело. Сделаем, приготовим домашние блюда. Любимой Димке рульки, оливье, крабовый салат, как он любит. Может быть, селёдку под шубой, я не знаю. Его любимый лимонад будет стоять на столе. Я, наверное, сок себе и деткам. В общем, думаю, будет классно. Как ты хочешь, чтобы мы отпраздновали Новый год? С тарелками, с новогодними. И мы отпразднули Новый год с Дед Морозом, с лягурочкой и с эльфом, который к нам пришёл сейчас. И вы это уже увидели. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Письма написаны? Да, написаны. Отправляются Деду Морозу? Конечно, лично в руки. Вот, у меня всё тут задокументировано. Вот так. Нет, подожди! Чего? А это? А это? Ну, это давай тоже возьму. Бам! Бам! А это про пылесоси. Мама! А это про пылесоси. Мама! Большое спасибо за то, что сегодня со мной сделали классные письма, сделали красивые-прекрасивые ёлочные игрушки. И давайте договоримся, что будем до Нового года вести себя очень-очень хорошо. Договорились? Спасибо! Вам спасибо! О-о-о! Спасибо! Спасибо! С наступающим вас Новым годом, друзья! А письма я обязательно передам Дедушке Морозу. Договорились? Ну что, давайте пятёрочки скорее. А мы поедем к Деду Морозу. Пам! Обязательно! Ну что? Пока-пока-пока! Музыка Подписывайтесь на наш канал Завчеванки. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok